Новый дом семьи Кунуновых больше напоминает летнюю кухню. Их квартира, в которой они прожили 53 года, сгорела дотла. Самим пенсионерам еле удалось спастись. На момент возникновения пожара пара спала. А когда почувствовали дым, лестница на первый этаж уже обвалилась. Благодаря соседке снизу, Анатолия Лаврентьевича вместе с женой удалось спустить через окно по стремянке, что спасло жизнь пожилым людям. После пожара им выделили проходную комнату в коммуналке, но на родном участке им лучше. Я решил пока здесь, несколько дней, потому что здесь свои условия, у нас после пожара остались кое-какие вещи. Трагедия обрушилась на жителей дома 40 по вокзальной улице поздним вечером. В 23.45 по неизвестной пока причине загорелась комната в одной из квартир деревянного двухэтажного строения. Несмотря на то, что дому 100 лет, он находился вполне в нормальном состоянии. Электрика не давала сбоев, были сделаны три пристройки, жильцы собирались ремонтировать крышу. Хорошо, что не успели, говорит одна из жителей сгоревшего дома. В чем истинная причина несчастного случая, предстоит выяснить специалистам. Многие жители подозревают своих соседей из первой квартиры. По словам пожарных, здесь скорее неаккуратное обращение с огнем. Всех говорят о социальном образе жизни вот этой семьи, где начался пожар. Действительно, очаговая зона именно в этой квартире, в квартире номер один, вот на первом этаже, где мы сейчас работаем. Но детально причина все-таки будет установлена, конечно, позднее. Но по всей видимости, что электрика маловероятна все же. Здесь все-таки присутствует человеческий фактор. Либо здесь прямой умысел на уничтожение имущества, либо неосторожно обращение с огнем. Разобраться в случившемся на место трагедии приехала пожарно-техническая лаборатория, которая предстоит в ходе следственных мероприятий выяснить причину пожара. Первой взору специалиста пристала квартира, где вспыхнул огонь. По словам соседей, здесь жили люди, которые вели аморальный образ жизни. Выпивали, принимали наркотики. Многие им говорили, все это приведет к беде. Только одна квартира в доме, которая находится на противоположной стороне здания, осталась нетронутой. Ее лишь немного залили водой, когда тушили пожар. Случайность или чудо, но очень важно отметить, что в ней проживают две женщины, служительницы церкви. Так на Евангелии написано. Господь говорит, а что вы волнуетесь? Ваши все волосы сочтены на голове, и ни один из них не упадет без моей воли. Воля Божья такая была. Другим соседям повезло меньше. Первый дым почувствовала Елена Филинова, жительница четвертой квартиры. У меня двое младших детей, они музыканты профессиональные, и у них абсолютный слух. Значит, младший сын ко мне на кухню пришел, а я закатывала банки консервы. Пришел, говорит, там кричит соседка, значит, ну матом, там они пьяные были в этот день, вот, кричит «Горим!» пожар. Я, значит, тапки на босу ногу побежала на ту сторону дома, а там столб дыма из окна. Такой хороший дым, плотный. Вот. Я кричу им, там в комнате никого нет, и темно. Вот. То есть огня нет, дым только. Я думаю, ну, может, действительно они, так сказать, в кровати заснули окурок. Но сейчас я сбегаю детям, скажу, чтобы они выскочили, потому что дым-то пойдет, это сразу к моей кухне, дым-то пойдет сразу к нам через стену, первое, куда он пойдет. Вот. Побежала сюда, через буквально три минуты возвращаюсь, там уже столб огня из этого окна. Не думая об имуществе, женщина сначала эвакуировала детей из квартиры, а затем начала будить спящих соседей. В суматохе событий она пыталась зазвониться в службу 112. Пожарные приехали на место в течение 20 минут. Конечно, на этот момент дом уже вовсю полыхал. Этой же ночью на место происшествия приехали представители местной администрации, чтобы поддержать погорельцев и оказать им помощь. К утру были организованы для людей матрасы, постельное белье, подушки. Также были выделены комнаты, где пострадавшие смогут жить, пока не решится вопрос о предоставлении новых квартир. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.